Кто получает выгоду от подавления научных исследований? Чьей власти и богатству угрожает доступ к чистой свободной энергии? У кого есть мотив устроить мир так, чтобы у меньшинства было слишком много, а у большинства слишком мало? Никола Тесла считал, что обнаружил то, что он назвал лучистой энергией. Многие ученые утверждают, что он получал то, что сейчас называется свободной энергией. Но прежде чем Тесла смог завершить свой проект, его спонсор, банкир Джей Пи Морган, у которого была монополия на медь, используемую в электрических проводах, понял, что изобретение Теслы позволит передавать энергию без проводов. И он прекратил финансирование его проекта. Лабораторию Теслы сожгли, а сам он подвергся астракизму. И все только из-за того, что он пытался реализовать свой идеал бесконечной энергии, доступной каждому. Современный изобретатель Адам Тромбли был вдохновлен работами Теслы и возможностями Тора. Он создал Динамо – генератор постоянного тока, который получал электроэнергию прямо из воздуха. Мы пытались доказать, что путем копирования магнитного поля планеты и вращения этого устройства можно создать рабочий генератор. И он действительно заработал и работает сейчас. Если мы рассматриваем природу, например, Юпитер, или сравниваем Динамо с Землей, вращающейся в космосе, мы фактически говорим о магните, который вращается в пространстве. Линии магнитного потока идут сверху и к краям в виде Тора, образуя магнитное поле. Оно также расширяется и сжимается. Оно дышит. Оно в буквальном смысле получает энергию из космоса и преобразует ее. В Торе заключена энергия, способная преобразовать всю Землю. И это не просто теоретическое умозаключение. Это правда. Просто подумайте о возможных последствиях. Это значит, что во всех точках планеты внезапно появится энергия. У каждого человека внезапно появится энергия. Это всемирное благополучие. Тромбли пригласили продемонстрировать один из своих генераторов в ООН и в Сенат США. Но этому воспрепятствовала первая администрация Буша. Затем само устройство было изъято правительством. Изобретатель Джон Беддини начал работу с теориями лучистой энергии Теслы десятки лет назад. И создал различные устройства для зарядки батарей, которые генерируют больше энергии, чем требуется на их работу. Он объявил, что будет продавать их по низкой цене. Вскоре после этого он подвергся нападению в собственной лаборатории. И от него потребовали прекратить производство устройств. Ради собственной безопасности Джону пришлось оставить идею рекламирования своих устройств. Это устройство из лаборатории, которое я лично посетил. Качество этой записи очень плохое, и я не надеюсь, что вас она в чем-то убедит. Я просто хочу сказать, что после того, как я встретился с этими изобретательными экспертами и увидел устройство для получения новой энергии, я убедился, что эта технология реальна. И как мне кажется, последствия просто потрясают воображение. Канадец Джон Хатчисон не только создал батареи свободной энергии, но также использовал теории Теслы для противодействия гравитации, для левитации объектов. Это могло стать революционным открытием в области двигателей. На его лабораторию совершались нападения, а оборудование изымалось полицией и правительственными служащими в 1978, в 1989 и еще раз в 2000 годах. Один из ученых, у которого мы планировали взять интервью для этого фильма, доктор Юджин Мэллов, инженер из МТИ и Гарварда. Редактор журнала «Бесконечная энергия», в котором освещаются теоретические и технологические открытия в области новой энергии. Он был избит до смерти неизвестными лицами в 2004 году. Я начал изучать революционные решения и, к своему удивлению, обнаружил, что эти теории были доказаны в сотнях лабораторий по всему миру, но не стали достоянием общественности. Вместо столкновения частиц и управления взрывом, новые технологии основаны на интеграции, на использовании того, что дано природой. Все устройства для выработки свободной энергии, которые я видел, объединяют то, что они тем или иным образом повторяют энергетическую форму Тора. Мы установили контакт с пришельцами из другой Солнечной системы, и я в этом участвовал. Я видел документы, в которых говорилось, что над Рузвельтом несколько раз пролетали НЛО, особенно после того, как они взяли на борт ядерное оружие. Мой командир сказал мне, «Джордан, все, что ты знаешь, останется в журнале». Этого никогда не было. Команда, которая приступала к дежурству, и команда, которая уходила, с него видели НЛО, зависшее в воздухе. Это был металлический круглый объект, и, насколько я понял, ракеты не сработали, что они не взорвались. Что-то отключило их. Тут нужно помнить, что они летают со скоростью в несколько тысяч километров в час, и эта штука испускает луч света в боевую головку, попадает в нее, а затем взлетает вверх, вот так, и мы в это время движемся вот так, испускает еще один луч, движется вот так, и мы движемся вот так, и еще один луч опускается вниз, еще раз испускает луч и улетает туда, откуда она появилась. А боевая головка падает. Мы тогда подумали, что это космические пришельцы. Они взяли пленку, отмотали часть СНЛО, взяли ножницы и вырезали ее. Они намотали ее на отдельную катушку и спрятали в чемодан, а затем вернули оставшуюся пленку майору Мэнсману и сказали, «Майор Мэнсман, вам можно не напоминать о тяжести нарушения безопасности. Мы будем считать это дело закрыто». Одна из американских газет напечатала статью, как на одном из секретных заседаний Госплана СССР генерал Береговой делал доклад о том, как экипаж, который находился в космосе, встречался с инопланетянами. В один из дней, в мае месяце 1981 года, мы вдруг в иллюминатор увидели космический объект, который летал рядом с нами, застабилизировался около нас. И в иллюминатор мы увидели существа, похожих на людей, с ушами. Мы им показывали свою карту звездного неба, они нам показывали другую карту. И вот такой был разговор. Потом они вышли из своего корабля, облетели нашу станцию, потом через три дня улетели. Эту газету никто же не опубликовал у нас, ее привезли из Америки. А потом, когда началась перестройка, гласность была опубликована в бестонских газетах, в таджикских комсомолествах, были даже такие заговорки, когда заговорится в иных. Да, в этот день действительно к нам прилетал корабль. В этот день прилетела экспедиция посещения. Именно в этот день, в эти числа, в эти часы, которые были указаны в газете. После этого я всегда, когда встречаю Леонида Попова и Дмитрия Прунарева, я вот с ними и здороваюсь. Вот так вот, здравствуйте, инопланетяне. В одной из ночей в феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. То есть, в общем-то, над горизонтом, ну, угол приблизительно места так, это максимум 3-4-5 градусов был. Что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, эллипсовидное чуть-чуть, но достаточно большое, казалось мне, и недалеко, как мне показалось. Луна была совершенно в другой стране, а это нечто было такого оранжекрасного цвета, которое какое-то создавало неприятное психологическое ощущение. Просто аж какое-то вот давящее на психику, ну, я бы сказал, даже какое-то чувство страха там некоторое создавало. Это не был кораблем, не было судном, то есть не было надводным, ничем надводным, никаким-нибудь там объектом. Это было что-то над поверхностью. Поэтому мы приняли решение, ничего в журнал не записывать, поскольку объяснить мы не в состоянии были, что это такое, а погрузиться и продолжать выполнять задачи. Подводная лодка вернулась в базу, в Гремиху. Через день там собрались у меня дома командиры со своими там женами, ну, почествовать счастливое возвращение. Я говорю, ребята, вот, был такой случай, стыдно признаться, но он какое-то действительно вот гнетущее впечатление, даже какое-то чувство страха вызывал. На кухне сидит Виктор Кулаков, командир подводной лодки нашей же бригады, который передо мной ходил на этот рубеж в январе месяце. Он сидит и говорит, Юра, я точно так же, один к одному, в этом же месте, видел то же самое, точно так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть, махал рукой, погружался и уходил. И, естественно, говорит, я тоже никуда не записал, но тогда еще директив никаких не было, докладывать о неопознанном объекте не надо было, ну, тем более нас ничего это не обязало. Эти сложные спирали загадочным образом появляются на полях зерновых. При этом стебли растений нагибаются, но остаются живыми. было найдено 5 тысяч таких рисунков в более чем 30 странах, по большей части в Англии. Средства массовой информации заставили многих людей, в том числе и меня, списать такие рисунки на розыгрыши, ночные творения, нескольких шутников. Конечно, были и поддельные версии, но круги, сделанные руками человека, грубы по сравнению с преимущественным большинством этих элегантных рисунков. Могли ли шутники создать все 5 тысяч задокументированных рисунков? Способны ли несколько людей с веревками и досками создать что-то настолько же сложное и красивое, как этот, в ночи под проливным дождем и не оставляя на земле следов? Электромагнитное поле над областью с примятыми растениями часто имеет статический заряд. Некоторые из таких областей усыпаны странными магнитными частицами. Я знаю важных военных, которые, рискуя своей репутацией, говорили, да это реально. Почему военно-промышленный комплекс не хочет таких заявлений? Потому что они заставляют нас задуматься о том, на каких технологиях это основано. Вот в чем вопрос. Подавление феномена НЛО тесно связано с подавлением так называемой свободной энергии. Эта энергия извлекается из самого пространства вокруг нас, что означает, что она не поддается учету. Это прямая угроза самой крупной отрасли в мире, которая занимается генерацией энергии. Прощай, Эксен Мобиль. Прощай, нефть. Прощай, уголь. Прощай, передача электроэнергии по проводам. Это все останется в прошлом. К сожалению, это чья-то копилка, которую можно оценить в 200 триллионов долларов. Доказано, что сопасы нефти и газа и угля стоят более 200 триллионов долларов. Если эта информация станет известной, она изменит раскладку геополитических сил больше, чем что-либо в истории человечества. И все это произойдет за одно поколение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok